как меня слышно здравствуйте как меня слышно всем всем большой привет пишите пожалуйста если меня хорошо слышно здрасте здрасте отлично друзья я хотел еще раз выразить благодарность всем кто оказал поддержку и вы видите что мы оказываем поддержку реальные людям которые очень и очень в этом нуждаются всем спасибо за комментарии которые вы выставляете спасибо огромное тем кто поддерживает финансово материально это очень важно сейчас выезжая с нарофаминска посмотрел вопросы которые приходят на несколько ответил и ситуация получилась по заявке номер шесть ирина тоже к нам обратилась за помощью она живет в балашихе и написали наши соотечественники которые живут недалеко от балашихи минут 20 езды на машине и и вот мы пытались как-то состыковаться для того чтобы наши соотечественники могли передать ирине продукты и собрали но проблема в том что люди которые хотят передать продукты они не могут выезжать с дому у них нет пропуска и ирина не может выходить с дому чё делать друзья значит я сейчас нарофаминска еду в балашиху мне ехать 1 час 25 минут и ехать сто два километра я поеду заберу продукты и отвезу ирине для того чтобы сегодня могли нормально покушать я приношу извинения в плане того что не получается пока ответить на вопросы вам уже посмотрю как дорога как по состоянию самочувствию уже когда буду ехать с балашихи скорее всего поеду в офис для того чтобы ответить вам на ваши вопросы друзья я прошу вас подключиться тоже к вопросу оказания помощи вот если кто-то где-то недалеко имеет пропуски вы выездные чтобы забирать и отвозить у нас вот сейчас в санкт-петербурге просят помощь орел сегодня обратился тоже семья наших граждан молдовы тяжелом положении в калуги люди спасибо большое готовы предоставить вещи давайте мы как-то постараемся взаимодействовать для того чтобы или отправлять почтой до адреса почта россии тоже не очень работает сейчас хорошо и все равно надо выходить с дому давайте будем как-то взаимодействовать в этом направлении потому что видите расстояние от одной семьи в другой семье даже 100 километров россия очень большая и в москве это зверь с кишинев обратно и потом еще обратно вернуться домой поэтому друзья пожалуйста у кого есть возможность я буду очень благодарен потому что я же не все выкладываю чтобы понимали обращение то что я делаю лично я не афиширую я показываю только те моменты когда вы помогаете для того чтобы люди видели и тоже присоединялись нашей акции я думаю что она очень серьезная и если мы с вами сможем это все сделать правильно то мы поможем очень большому количеству людей люди нуждаются ребят на самом деле нуждаются послушайте это же тяжело вот так вот приезжать и наблюдать это все на самом деле сложно мы должны с вами это пережить показать помощь для того чтобы людям которые нуждаются стало вот чуть-чуть вот чуть-чуть легче и тогда мы сегодняшний день с вами проживем не зря а каждый день должен быть очень важно я помню одну притчу читал дословно не помню мне было мера лет двенадцать о добре и зле когда мудрец предложил мальчику два мешочка иметь если ты делаешь добро камешек положи в мешочек добро а если делаешь зло камешек положи в мешочек со злом и концу дня посмотри в каком мешочке больше камешек и тогда ты поймешь ты прожил этот день в добре или ты прожил этот день со злом я думаю что друзья мы должны иметь несколько мешочков для камешков с добром мешочки со злом у нас всегда будут пусты потому что мы с вами очень добрая нация и мы никогда не оставляем в беде даже чужого человека вы знаете я проездил очень много стран за свою жизнь но то костеприимство которую молдавского народа никогда не было ни у кого и никого не будет наш молдавский хозяин путника с дороги всегда пригласит домой накормит на море спать уложит и утром отправит дальше куда путник держит свою дорогу поэтому друзья я очень рад том что я родился на молдавской земле что я впитал культуру молдавской нации что мне привели воспитание именно в молдове как я вчера говорил именно сознательная жизнь меня формировалась и я формировался как личность молдавии я горжусь этим повторюсь я родился в русской семье но друзья теплее края нету на свете и мы должны все помогать друг другу еще раз огромное спасибо тем людям которые оказывают поддержку ребят это очень важно я вам скидываю сразу скриншоты вы говорите не надо нет друзья мы должны знать вы должны видеть куда ваши денежки уходят что мы покупаем на это кому мы отвозим вы поймите мне же вот по факту сложно чтобы это все снимать но вы должны видеть вы должны понимать я переступаю через себя но и люди хотят вам сказать большое спасибо за ту работу которую вы проводите мне пишут вы знаете мы тоже в тяжелом положении мы хотим 500 рублей отправить вот семье по такой по заявке хоть мы тоже не шикуем друзья знаете я читаю от вас эсэмэс и меня подходит насколько мы все-таки великая нация и пусть говорят нету нации я когда-то выступал и защищал в том что есть молдавская нация говорят нету такой нации есть румынская нация друзья вот послушайте я чувствую это внутри причастность свою к молдавской нации ну запретите мне так думать залезьте мне в голову и запретите нет я считаю что молдавская нация великая самая трудолюбивая самая честная самая ответственная и самая гостеприимная я всех вас безумно люблю и спасибо вам большое за то что вы делаете приеду в балашиху если люди захотят выйти в эфир я буду только рад у меня получается только начинается еще долго будем с вами сегодня работать я думаю что приеду в офис и отвечу на все вопросы друзья много вопросов звоните пожалуйста не звоните поймите я не отвечаю на звонки вы только в прямом эфире пишите смс каждому отвечу извиняюсь перед теми людьми кто мне пишет на молдавский ватсап с вопросами гражданства самолета я извиняюсь но я не буду отвечать простите я теряю людей которым нужна помощь которые голодные но вы к сожалению не понимаете это и мне от этого немного печально друзья я всех обнимаю до скорой связи пока пока